Давайте попробуем поговорить об истории. Для затравки задам такой вопрос. Ваш товарищ в прошлый раз сказал, Антон Анатолий Павлович, он выделил, значит, поправил нашего собеседника Илью и сказал, что Украина имела три периода самостоятельной государственности. Кроме того, что было в 2018 году, там небольшой период, и сегодняшний период, 20 лет, он еще сказал, что 5 лет добавил периода, когда Хмельницкий взял Гетманскую булаву и до Переославской раны. Значит, ну, с 1648 года он сказал, ну, я так посчитал и прикинул, это 5 лет. У меня не об этом вопрос, я даже ничего не уточнял, ради бога. Пусть будет в вашем представлении так, хотя бы я мог поспорить немножко. Ну да. Это вопрос спорный чисто исторический, но, а мне интересно, а почему он не выделил период Киевской Руси? Киевской Руси, ну, я не знаю, во-первых, за Анатолию Павловичу меня и Ла не отвечают. Киевская Русь, конечно, для меня более близкая, конечно, тема именно Киевской Руси. Вернее, как ее европейцы и все ее обозначают на карте, это Киевская империя, по сути сказать. Да, это была империя, потому что там было много народов, и они объединялись всеми, так сказать, все народы объединялись именно Киевской. А вот, ради интереса, с чего пошла Киевская империя? Киевская империя с полян пошла. С какого конкретного исторического события? Согласен, поляне, да? Да, поляне. Кстати, расследование Киевской империи, которая присоединила в себе славянские племена. Да, 5 век, начало образования именно Киевской империи. В 5 веке Кий приехал в Бизантию, его встречали как царя. Ну ладно, я, значит, может быть, я предполагаю, там есть какие-то источники, не буду спорить. Я лично для себя, ведь исследования историков и археологов, там, филологов, они выяснили такую интересную вещь, что Новгород тоже был образован под влиянием полян. Вы слышали это? Что, да, у них была такая... Половских славян. Ну, поляне, да. Ну, нет, они были как бы родственниками полян. То есть там нашли схожую такую культуру. Конечно. Я к чему? Ага. Ну, лично для себя, в моем представлении, вот эта Киевская империя образовалась именно с воссоединением Киевской империи и Новгородских земель. Это сделал тот самый Олег, которого потом прозвали Вещем, когда он пришел и устранил, значит, самым мерзким, коварным образом Аскольда и Диры, которые там князья сидели. Как его называли арабы, великий царь Диры. Ну, тем не менее, он соединил вот эти земли, и с этого момента киевский князь стал великим князем вот этой большой империи, которая охватывала в том числе и северные земли. То есть, и постоянно, значит, шли там какие-то, ну, общие какие-то переходы там, войсковые там и так далее, политические. Ну, был единый князь киевский, который правил в том числе и Новгородскими земельами. Наверное, я все-таки вот с этого момента, считаю, пошла именно вот та Киевская империя, о которой можно говорить. Ну, эта Киевская империя бы пошла бы еще, это дело в том, что я все-таки считаю, что именно та Киевская империя пошла с пятого века. Именно с поляны. А то, что там спустились, да, ну, увеличилась, естественно, территория, да, коварным образом. Ну, у них выбора не было, с одной стороны, потому что Киев все равно, Киевы туда бы все равно пришли. Хорошо, все это интересно. Новгород-Северск, ну, то есть в Новгород-Видыки, да, в Новгород-Северске они уже были. Мы можем об этом много говорить, хорошо. Я могу вообще, это передач не ходить. Да, я, наверное, тоже могу много говорить об этом. Значит, ну, по крайней мере, Рюриковичи пришли, они конкретно поставили своих людей в Киеве, и после этого пошла вот эта вот династия Рюриковичей, она пошла именно сначала, значит, это были северные земли, Ладога и Сборск, и там Белоозеро, как повествует повествует, повествую иных лет, а потом, значит, после присоединения Киева, Рюриковичи сели в Киеве, в Стольном Граде, и, значит, это была действительно охватывающая вот эти все большие земли империя, куда Рюриковичи потом направляли, сначала направляли, а потом, значит, между усобными войнами все это дело порвали. Ну, примерно так. Да, но дело в том, что если бы Рюриковичи это не сделали, я же говорю, это бы сделали бы Киев. И они бы сделали это, возможно, ну, конечно, может быть, более громко, так сказать, потому что они бы не стали бы, тот же Дира, он бы не стал бы коварным образом подгадываться. А это люди зашли, выдали себя за купцов, я знаю все это, выдали себя за купцов и взяли, убили просто-напросто. И убил это не Олег, ну, да. Ну, скажем так, с приходом Олега, он же пошел куда-то. Ну, он пошел, скажем так. Ну, он был, сколько лет ему было. И, значит, летописи Олегу. Но Олег был родственник Рюрика. Вы имеете в виду Игоря, может быть? Да, да, да. А, Игоря, да, да. Игорь еще был совсем маленький, а Олег, вот действительно он пришел. И вообще, был ли он этот самый, он вообще... И вообще, был ли он в Дуре между ними? Нет, 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 дело в том, что был ли он вообще из княжеского рода? Дело в том, что он, да, он был, просто он был тогда руководителем. Его, как бы, да, он руководитель, да, он был руководителем, и до сих пор даже многие историки сомневаются, что он вообще был из Рюриковичей. Я в этом даже спорить не буду. Потому что он был, я тоже читал тех историков, которые сомневаются. Он был воеводой, это сто процентов, а воеводой, это военный министр, тем более при маленьком... Рюриковичей, да, да, он, по сути сказать, у него все была, власть безграничная. У него армия была. А после того, как убила Аскольда и Дира, конечно, что там говорить. Да. Единственное, чем я очень благодарен Рюрикам, это все-таки вот Святослава. Вот единственное. А вот этим коварством, честно скажу, не знаю, насколько они, возможно, даже они навредили. Потому что все равно уже Киев шли туда, на север. Они знали, что Новгород, они рано или поздно, они присоединяли. История так сложилась. Да, история так сложилась. Они рано или поздно присоединяли. И они коварным образом обошли Киев и просто вот так вот сделаны. Ну, кто там кого обошел, я не знаю. Я говорю о том, что образовалась Киевская Русь. Да, но Киевская Русь образовалась, я все-таки считаю. Под властью единого киевского князя. Я все-таки считаю, что Киевская Русь образовалась еще более ранее. Я понял, я услышал, конечно, все услышали. Все услышали, пятый век. Когда образован Киев, это подтверждает раскопки, византийские летописи, даже не византийские, а римские, арабские источники. Согласен, там историки это все раскопали. Действительно, Киеву чисто с научной точки зрения, конечно, никто не отрицает, что это очень древнее образование, что это государственное образование. Еще была еще трипольская культура, черняховская культура, не будем уже вылупляться. Раскопки, честно говоря, мне больше интересно то, что подтверждали археологи, то, что подтверждали реальные летописи, то, что ученые выносили на серьезные ученые, занимались этими вещами и делали какие-то выводы. Это, конечно, интересно. Мы можем с вами об этом говорить. Мы начали говорить, во-первых, приняли все-таки, что это была Киевская Русь, была империя. Да, империя. Это было мощнейшее государственное образование, в которое взяли власть династия Рюриков и Рюриковича последующих. И эта империя длила свое существование. Сначала власть взяли Киев, а потом Рюрикович. Рюрикович, хорошо. Захватили ее. Хорошо, хорошо. Пусть вы там знаете, наверное, какую-то часть истории, которая была до Рюриковича. Хорошо. Вы мне как-нибудь, мы сядем, вы мне расскажете про эту историю. Согласен. Ну, может, не согласен, но... Ну, вам, мне интересно. Ну, расскажем. Мы говорим сегодня о той истории, которая входит в летопись, в повесть временных лет киевского монаха. Вот. И говорим о том, что это было... Какое это было государство? Это было государство украинцев или русское государство? Это древнее Русь еще было государство. Тогда не было ни украинцев, ни русских. И вообще тогда, почему она империей-то и была, потому что были же тогда не только поляне, которые, вот, Переяславы, Переяславы, Чернигов, но были еще Кривичи, Вятичи, Дреговичи, Белые Хорваты были. И много фенопожских племен северных. Да, да. И дело в том, что, да, и потому вот она империей-то и считается. И в те времена она была самой мощной. Это объединение множества народов империи. Множество народов, да. У них были культуры, но они были все-таки... Многие из Киевской империи, они были, конечно, родственными, ничего говорить. Потому что они были славянами. Давайте двигаться дальше. Мы двигаемся к началу какого-то разлома. Мы продвигаемся с вами от Киевской... А, да, когда был раскол. Когда был разлом. Я бы не назвал, а разлом. Разлом, да. Когда появились вот эти вот признаки разлома. Киевляне вообще-то были всегда в древней истории особенные люди. Они как бы... Ну, это понятно. Даже по сегодняшним временам, а тем более по древним временам, когда все находились в таких еще племенных рамках, что киевляне, они имели свой характер. Они могли кого-то позвать, могли кого-то очень так сильно дубиной приголубить. Значит, кто-то им мог понравиться, а кто-то не понравится. То есть, это был такой народец с характером. Ну, мощнее киевской дружины, конечно, не было. Ну, тогда. Ну, да, да. В Киевской империи, потому что там действительно... Даже после феодальной раздробленности, то киевская дружина была самой мощной. Все-таки мы фиксируем, что это было древнее русское государство. Киевское русское государство. Русичи было. Русское государство. Русичи. Ну, все-таки... Русских тогда не было. Тогда были русичи. Ну, извините меня, русская правда Ярослава, она все-таки не правда русичи, она называется русская правда. Ну, Ярослава Мудрого, да. Ну, как бы, был такой термин? Ну, был, 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 был русский. Значит, возможно, как говорится, если все это, скажем, порой до нас доходят, что говорят, потом отказываются. Я просто сходу так. Значит, русский митрополит Ларион, значит, он считал за русским митрополитом, которого Ярослав поставил, потому что ему эти греки надоели. Ну, Русь, Русь, правильно, Русь. И термин русский все-таки присутствовал тогда. Русь. Значит, я все-таки приближаюсь к разлому. Вы в прошлый раз там говорили о роли Андрея Боголюбского. Я прошу, прошу, я слушаю внимательно. Ну, я все-таки считаю, что вот этот весь, да, вот этот разлом, после того, как Боголюбский захватил Киев, сжег его, как обыкновенный город, разграбил и сжег, и перенес стол из него. Вот и все. С тех пор, я считаю, что вот этот и пошел разлом. Ну, а потом, естественно, его усугубили монголы, когда часть земель, как мы в прошлый раз говорили, образовали, ну, Великое Княжество Литовское, а часть земель остались под властью монголов. Сергей, мне вот кажется, вот в этом описании, значит, злодеяний Боголюбского, вы немножко так приближаетесь к описаниям злодеяний Путина. Вот примерно в той же происходит все струе. Ну, насколько, если так припомнить, что Боголюбский, там было не в Боголюбском дело, я же вам в прошлый раз еще говорил, что это его отец, Андрей, Юрий Долгорукий, наш любимый основатель Москвы, как его считают. Ну, хотя не он был основателем Москвы, допустим, а там бояре Кучкова, которые, значит, потерпели от Юрия Долгорукого такой удар, ну, это ладно, это другое. Ну, предательский, так же захватил просто-напросто и все, и выдал дочь за сына Юрия Долгорукого и Боголюбского, который, кстати, родственники его и зарезали. Те самые сыновья Кучки его и зарезали. Зарезали потом сына Юрия Долгорукого, Андрея Боголюбского. Да, Боголюбский. Это слово заговора, Кучкович, и он такой ходил, я согласен. Там жена его участвовала. Значит, меня интересует вот такой фактор, вот именно Юрий Долгорукий, вот это вот как-то и заметался, то его киевляне изгоняли, то он опять каким-то образом, и военным образом брал Киев, и брал власть, и считался великим князем киевским, это был последний. А его сын Андрей Боголюбский, насколько я помню, был, по-моему, в Выжгороде. Ведь из Выжгорода он вынес эту икону Владимирскую, он рос и воспитывался в Выжгороде и ушел потом. И Киев сжег, не сам Андрей Боголюбский, а его сын сжег и брал. Я, как бы, это самое, вы проверьте потом, и зрители проверят, но все-таки там был Андрей Боголюбский Киев почему-то ненавидел. Ну, вот действительно. Потому что Киев просто отказал его папе и все. Ну, наверное. Скорее всего, потому что, да. Такие вот вещи как-то заморочили вот этот вот разлом. Да, политик. Но этот разлом был связан вот с княжескими усобицами однозначно. То есть есть. Ведь княжеские усобицы пошли еще за полтора столетия до них, скажем так. Значит, и они все нарастали, нарастали, нарастали. Какой-то из великих князей киевских брал, объединял там, как Ярослав там, или как Владимир Мономах там, и Святополк потом. Вот, кстати, правление Владимира Мономаха, 10-летнее, и Святополка после него, 20 лет, 10 лет один и 10 лет другой, это были самый высший расцвет Киевской вот этой вот империи. Да, да. Это было спокойствие, это были смиренные все враги, это было как бы, ну, это было... И первый крестовый поход в 1111 году в степь, когда они ходили, почему мир-то и был? Они же усмирили главный этот, это степь. Ну, 1111 год, это еще, значит, не при Владимире Мономахе, это при Святополке первом. А я имею в виду Святополка второго, который после Владимира Мономаха. Нет, по-моему, это Мономах уже был. 1113 год. 1111. 1113 год, восстание в Киеве, значит, помощь после которого привели на власть Владимира Мономаха. Он очень долго отказывался от власти, он отдавал своим дядьям, это был человек высоких нравов, он не хотел междоусобиц. И он отдавал своим старшим. Просто нет, просто я знаю, что в 1111 году Мономах там участвовал. А Мономах участвовал во всех походах, это был? Ну, участвовал в походе. И там, кстати, под каким зданием, кстати, они ходили тогда? Святополк Киевский тогда. Нет, это было красное большое полотнище, а посередине, посередине был лик Христа. Круг. И лик Христа. Вот откуда у нас это красное полотнище. Мы еще думаем, почему Советский Союз так красное полотнище так... Это древний русский стяг. Да, это древний русский. Называется «Спас Ярое Око». Да, да, да. То есть это все идет оттуда. Вот в чем дело. Согласен, красный цвет в военной культуре русских всегда был не на последнем месте. Ну, русичи. Русичи. Тогда еще русских не было тогда. Русский богатырь Илья Муровец, буду настаивать все-таки. Ну, русский, русский. Ну, реальное историческое лицо тоже. Так же, как и Добрыня, дядя Владимир. Добрыня, да. Ну, деды. Ла, пришли мы к тому, что, наверное, вы согласны. Я тоже согласен. Вот где-то вот в этом вот моменте, это Юрий Долгорукий и его сын Андрей Боголюбский, который ушел в северные земли, и который не любил киевлян за что-то. Ну, за то, что они ему отказ дали, скорее всего, за что он послал своего сына. И он разорил Киев все-таки не сам Андрей Боголюбский, но читать... Нет, сам, сам разорил. Слушатели могут нас проверить, и вы можете проверить, и я не буду сейчас как-то напрягаться сильно. Да, вот именно, дело не в этом. Дело не в этом. Пошел вот этот разлом между Северной Руссией и Южной Руссией, между Киевом и Владимира Суздальской Руссией. Ну, я бы сказал, у них-то был союз довольно-таки слабый. Хотя, хотя, я вам скажу еще, очень долго после этого еще и Всеволод Большое Гнездо, они назывались великими князями киевскими. Престол был киевский главный, он считался. И, по-моему, это длилось до татарского нашествия. Но стол все-таки был у нас во Владимире. Он был, а первопрестол был киевский. То есть, если князь в Северной Руси, значит, он должен был быть киевским. Почему вот там такие трения и были? Ну, естественно, были. Потому что все равно на подсознательном уровне, даже до сих пор мы на подсознательном уровне, мы стремимся все к Киеву. Мы понимаем, что Киев это для нас святой, правильно? Даже сейчас. Конечно, там находятся святые для русского православия места. И не, прежде всего православия. Я буду все-таки говорить, что это Киевская Печерская Лавра с пещерами православных русских монахов. София знаменитая с ее великолепной Арантой Богородицей, которая простерла свои руки, считает, над всей нашей русской цивилизацией. Это Аранта, по-моему, по-гречески называется «непрошибаемая стена». Не знаю, врать не буду. Я просто... Или непробиваемая, или непрошибаемая стена. Ну, наверное, непробиваемая, скорее всего, непрошибаемая. Можно предположить, что вот эта вот киевская вот эта вот Богородица, которая великолепная панно, вот эта мозаичная древняя, выложена, что она называется «непрошибаемая стена», то, видимо, это наша русская цивилизация должна была в идеях наших предков стать непрошибаемой стеной. Встать вот на пути какой-то силы, которая эту стену как бы стремится прошибить. Это вот в Киеве находится, это наша святыня. Это наша общая святыня. Это и исток, или усть, да, впадает, когда река. Реки Почайна, где крестили, значит, киевский народ, Владимир, когда пришел из Крыма. Не, вообще-то крестили, крестили-то вообще-то Владимира в Крыму. Я и говорю, когда Владимир пришел из Крыма, и, кстати, и крестили вот здесь вот. И там дружиной его крестили. Дружиной Владимир крестили. И легенда то, что он там устроил же погром в Крыму, он устроил там погром, и он потерял зрение. Да, 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 что-то было. Он потерял зрение. И вот, когда его в купель, так сказать, поместили в ванную, наполненную святой водой, то есть крещение, когда его полностью окунули в святую воду, и он прозорил. Это было в Херсонесе. Еще. Ну да. То есть, разорил он Крыму, или не разорил, но Херсонес он брал. Значит, и там с помощью предавшего монаха греческого анастаса, который ему сказал, где там водяной. Где перекопальники водяной из шеи, Херсонес пал, и он пришел, Владимир получил греческую принцессу себе в жены, значит, крестили. Он за нее-то и ходил, потому что она не хотела идти за него, как он и был язычником. Ну, пришел человек такой, с такой рукой, взял, ну, все сказали, иди выходи за него замуж, что теперь делать надо? Ну, да. Ну, Владимир крестился. Ну, главное, он крестился, а потом получил с жены. Из яростного язычника, который творил, что попало, честно говоря, как язычник. Да, это страшное дело. Страшное дело, что он творил. Давайте не перечислять, чтобы, я думаю. Да, он же у нас это. Он же у нас святой. Хотя, равноапостольный. А, ну да, равноапостольный, да. Ну, то, что он творил по молодости, значит, это лучше даже в хорошем обществе не вспоминать. Да, потом он тоже... Но потом Владимир, да, это было перерождение после купюра. Язычество, когда он, конечно, истреблял, тоже не очень жестковато его уже. Ну, как бы истреблять ему пришлось не везде, а был такой... Была такая необходимость в северных землях, и приходим к выводу, что Киев посылал свои войска в северные земли истреблять язычество, действительно. Ну, так он не то, что истреблять язычество, он и в Киеве-то не очень все это делал. Ну, насколько я знаю, что довольно нормально. Еще при Ольге киевская православная община была настолько... Да, да, она сама христианкой была. Ну, естественно, она крестилась у самого кесаря византийского. Это ладно, значит, ну да, вот здесь Киев, его роль в покорении северных земель, языческих, в истреблении всех этих волхвов, их власти волхвов, скажем так, в северных землях. Тут, да, он послал своего дядю Добрыню, и в наши легенды, и, блин, это вошло как борьба Добрыни со змеем, скажем так, который такой рукой мощной отрубил все эти языческие змеиные головы, значит, это вот такие сказки были у нас. Ну, все равно долго еще язычество, все равно... Но, по крайней мере, мы опять фиксируем факт, что северные земли и киевские земли тут как-то у них были какие-то вот такие вот... Антагонизм у них был определенный, конечно. Антагонизм, еще с тех времен. А у них у многих был антагонизм, я же говорю, вот и то же самое, что с чего-то я начал, почему, когда Евгений, вы начали говорить, это то, что вот и Кривичи, и Вятичи у них тоже был антагонизм. Да они все между друг другом дрались. Нет, нет, в основном... Вы привели к такому состоянию, что потом их взяли практически... Просто, вот, когда, допустим, я все... даже, допустим, если вспомнить, почему-то очень мало про Святослава Великого говорят. Того самого, который... Но не храбрый. Храбрый. Ну, храбрый. Святослав храбрый. Он вообще человек... В Руси такой никогда не было. Вы, подождите, вы про какого? Есть Святослав Удалой? Нет, это брат Ярослава Мудова. Нет, есть... это сын... Игорь. Сын Ольги. Сын Ольги. Да, Игоря. Да. Святослав храбрый. Вот тот самый, Святослав храбрый. Я его называю Великим. Почему? Потому что он действительно создал такую Русь, которой никогда не было. Вообще, почему-то его так изучают в легкую. А вот, ну да, я тоже некоторым профессорам говорю, почему так Святославу-то? Я ничего не могу понять. Дело в том, что определенной части наших профессоров эта фигура несколько неудобна. И поэтому они не любят про него говорить. Да, но он захватил эту империю, но он ее уже не устоял. Ребята, он не устоял, потому что его просто убили. Ну, я не знаю, но если вы хотите, ну, вот история Святослава выпадает опять же из нашей тематики. Ну да. Ну, я не соглашусь с вашим посылом, что он создал империю. Да он не создал империю, его вытеснили, он ушел завоевывать Балканы, он там хотел создать себе империю. Почему за Балканы? Он еще до Балкан. Кого он первым покорил? Нет, он замочил граждан Хазар, наших любимых, значит. Нет, сначала он замочил граждан Вятичей и Кривичей. Вятичей и Кривичей, согласен. Потому что они, Вятичей и Кривичей, славяне, да, славяне, помогали Хазаре. Его Святослава, вот это вот правление Ольги, использовала как такую силу, которая покоряла окрестности, скажем так, племена. И в конце концов избавила вот эту древнюю Киевскую Русь от Хазарского Иго. Но потом, так как этот человек был очень мощный, очень такой крепкий и претендующий на это самое, его как-то вот выдавили. И Святослав, видимо... Почему выдавили? Да он ушел на Балкан. А где ему хотелось свое государство там, Домерин? Нет, правильно. И он хотел завоевать. И он там, между прочим, переославец-то он где сделал? Он в столицу своей Великой Империи сделал, переославец-то где? Я... На Дунай. И он говорил, здесь середина земель моих. Туда хотел он пойти. Конечно. Он оставил, он оставил северные. Для него Киев это были уже северные земли. Он туда хотел. Но его выдавили визошлись. Ну, выдавили. С помощью многолетних боев. Ну, почему не выдавили? И встреча была его с Цимийским, там, историческая, где его зафиксировали. Было. Значит, ну, он вынужден был сдаться, как, в Дорогобуж, да, город? Где он? Нет, это же нет, нет, не Дорогобуж. Доростол. 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 Сто пудал. Значит, он там несколько... Большое количество времени стоял, но не выстоял. Все-таки ушел. И потом, значит, попал в эту засаду. Ну, ладно. Что мы... К Святославу, значит... Ну, был такой Святослав. Вот он, что значит был? Это был величайший. Это был Македонский, Восточная Европа. А мы о нем, вообще так, говорим всегда вскульз. Ну, причина нам понятна, почему о нем говорят вскульз. Ну, нет. А мне причина именно тогда, когда он Кривичи и Вятичи, которые помогали. Те самые Вятичи, где Москву основали, через которые земли прошел Илья Муровский... Вятичи, по-моему... Там, по-моему, не Вятичи. Вятичи. Стоп, стоп, стоп. Вятичи. По-моему, это все-таки были... Здесь были финно-угорские племена, типа Меря. Вятичи. Вот это вот Ростов великий, древние ростовские земли. Вятичи. Женя, не спорь. И, ну, не спорь, это были вятичи. Вятичи все-таки ближе к нашему. И бояре Кучка, они были вятичи. И когда Илья Муромец прошел через земли вятичи, без приключений, он еще удивился, потому что вятичи никогда не соблюдали никаких договоров. Мы сейчас обрастем такими легендами, домославными, может быть, не знаю. Хорошо. Все интересно. Давайте все-таки вернемся к нашему расколу. Произошел раскол. Все-таки он произошел где-то в середине 12 века. Ну, вот такой разлом, когда, значит, перенесли. Ну, то есть, это первые признаки разлома, я бы сказал. Разлом произошел, в принципе, уже после монгольства. Тогда уже, когда... Тогда, когда каждый хотел защищать сам себя и не хотел помогать, значит, товарищу, скажем так. И поэтому монголы так разгромили все города. Ну, не все, там, 14 городов, по-моему, упали. Сначала они разгромили-то на подходах, когда вышли их встречать русичек тогда еще. Еще до того, как они напали на Русь. Ну, тогда у них не было единого. Ну, вы имеете в виду битву на Калке? Ну, конечно. Ну, Калка произошла за 18 лет, по-моему, да? Ну, да. И вот тогда, по сути сказать, уже решилась судьба Руси. За 16 лет. Да, ну... Не важно. Ну, важно, но... Не важно. Да, важно то, что тогда Северная Русь и Киевская Русь, они как бы обоссовались совершенно. Сначала Батый прошелся по Северной Руси, а на следующий год совершил поход на Киев. И поэтому... Ну, и вот так Русь была покорена. Ну, да. Просто часть Руси потом, я говорю, образовали Великое Княжество Литовское. Некоторые земли там самые большие, по-моему, 35 лет где-то находились они под властью монголов. Остальная же Русь и Москва, она оставалась еще очень долго. Ну, договорились, скажем так. Александр Невский договорился с Ордой. И как бы это исторически, значит, сегодня Украина ставит вину русским, этого Александра Невского, нашего святого благоверного князя. Значит, мы, значит, русские центристы, государственники, державники, скажем так, считаем это начало централизации Руси, которая помогла исторически выжить и, в конце концов, победить во всех исторических условиях. Ну, так получилось. Ну, все равно, скажем так. Все равно, если бы сама тогда Барусь была бы одной. Там интересные моменты были. Не мы с вами решали. Да, да. Князья никак не хотели между собой мириться. Они предпочитали друг другу воевать, строить друг другу пакости, устраивать различные. И вплоть до того, чтобы вырезать город соседа, ради того, чтобы взять там, захватить или что-то. И смерть Александра, того же Невского, довольно-таки, да. Ну, что там смерть Александра Невского? Что-то его в гварде там притравили. Да, да. Тоже, наверное, не просто так. Не естественно, не просто так. Да, согласен. Но в то время, в то время при Александре Невске были ведь еще два великих человека. Это... Кто? Даниил Галицкий. А, Даниил Галицкий, да. Который организовал отпор вот этой шедшей орде Батыи. Ну, он разгромил Тумена. Он разгромил там, да, на подходе и он, и его сын, который... Лев, который основал... Или в честь него назвали Лев. Или он основал? Нет, в честь его. Галицкий в честь него основал, в честь своего сына. Лев, да. Вот они там мощно организовали отпор и... Но, тем не менее, Даниил Галицкий все-таки с Ордой заключил мир. Он тоже поехал в Орду. Он с ними как-то договорился все-таки. Он взял королевскую... Королевское достоинство он принял. От папы римского. От папы римского. И... При этом он остался в православии. Остался в православии. Но это, опять же, тот исток, от которого потом пошло греко-католичество. Это исток. Ее бы так не сказал. Ну, как не сказал. Там никакого греко-католичества. Ну, ведь к Александру Невскому тоже пришли католики и сказали... Слушай, парень, миссия епископа Адальберта, по-моему. Ну, да, да, да. И парень, давай с нами дружить, мы тебе тоже короля дадим там и все. Ну, он сказал, до свидания, ребята. Мы с вами уже подружили тут, на Чудском озере, там, под Псковом, где и хватит этой дружбы. То есть он их отправил. Да. Тем не менее, Данил Галицкий дал понять, что он готов с Римом... А с кем воевал Александр Невский? Он воевал со шведами, правильно? Ну, и с... И с Тевтонским, Легонским. С Тевтонским, да. Да. Но это была совсем другая сила, нежели монголы, правильно? Которые были гораздо мощнее. Они были страшнее. Да, страшнее и мощнее. Он их расценил как более страшную силу. Данил Галицкий, он принял эту корону не для себя. Если бы он не принял эту корону, мы забываем одно. Там были-то не только его войска. Там были и угры, то есть венгры. Там были поляки. То есть там были... Если бы он не принял эту корону, он бы не получил войска и поддержку. И выбора у него не было. Либо отдать свою страну на разграбление. А Папа Римский дал ему войска? Так там угры-то и были у него. А, то есть он заключил союз с венграми? Да, он заключил союз с венграми. Там были... А, там, кстати, даже чехи были. Логично. Там даже чехи были. Там были чехи. И с помощью этого организовал отпор... Конечно. И он этот отпор организовал. Вот в чем дело. Это не грего-католицизм. Это чисто вот политика. Я говорю, это истоки. Вот та политика дала такие истоки, когда вот эта вот западная русская земля, она включила в себя вот этот вот контент сближения с Римом. Все-таки включила. Просто политика была. Политика? Политика была. Которая потом, через века, через пару веков, откликнулась унией. Нет, нет. Это можно говорить, что там принцип бабочки. Но все-таки северные земли, папу отвергли капитально. Все. Они не стали... В итоге, в итоге, нет. Дело в том, что в итоге, когда Тумен, он разгранил того, он же не перешел в католицизм. И даже не признал власть папы римского. Папа римский сделал шаг, то есть сближение. Это его инициатива. Он просто не отверг этого. Ему давно это предлагали. Возьми корону. Ну, может быть. У тебя выбора нету. Потому что там идут. Мы дадим войска. И так оно и будет. Не может быть, а так и есть. Иначе бы он монголов не разгромил. Потому что поддержки бы не было. Своими силами тогда Владимира Галицкое княжество не смогло бы развить монголов. Хорошо. Значит, может быть, мои предположения такие... Нет, нет. Это предположение я абсолютно отметаю. Честно скажу. Я думаю, все-таки так. Что, естественно, по расположению геополитическому западная Русь, она и должна была как-то контачить с римским... Ну, с римской империей. Конечно, потому что она вокруг огружена католическим уже странам. И хочешь, не хочешь, у него были и браки, и узыни. А северо-восточная Русь, она была вынуждена контачить более с Азией. Конечно. С Азией, с севером, правильно. Ну, куда деваться? Вот и все. Все-таки это вот такие исторические вот... Да, я про что и говорил. Вот монгольское именно. Когда монголы, когда вот этот раскол произошел... Почему? А потом в итоге, я же говорю, образовали великое княжество литовское и все. Интересная была ведь и такая ситуация в истории, что в начале 15 века, ну, после того, как Русь лежала... Ну, практически. Ну, была... После Куликовской битвы, северная вот эта вот, московская, тогда уже московская Русь, она была, конечно, очень долго обессилена, чисто в военном плане. Там шли... Я говорю, а в этот момент произошла интересная вещь. Гренвальская битва, в которой, значит, без участия вот этих северо-восточных земель, западные русские, вот эта вот Литва, западная Русь и Польша окончательно разгромили Тевтонский, Ливонский орден. Они разгромили эти немецкие ордена и Тевтонский, был такой момент, то есть, понятно, что отношения между русскими людьми или русичи, как вы их называете, ну, ради бога, значит, и западным миром тоже не всегда нормально складывались, но вот это вот такой был момент, когда славяне объединились против германцев. Да, был такой момент. А выбора-то сегодня не было. И Гренвальская битва, она, конечно, в истории прогремела. Это был 1411, по-моему, в 1411. Не помню. Врать не буду. Я тоже не буду сейчас. Врать не буду я. По крайней мере, это начало 15 века. Да, это было. 15 век. А в это время Московская Русь, там тоже были свои междоусобицы, она жила как бы отдельной жизнью, она устранилась от этой борьбы уже. Они шли там своей терке за великий московский престол, но к концу 15 века уже Московская Русь окончательно набрала силу, мощь и отвергла власть Золотой Орды полностью. В результате там определенных событий. Только интересно, откуда вот это вот до сих пор, вот все, да, вот это вот откуда все это взялось, интересно. Ну, откуда вот у Калиты было столько денег, вот интересно, когда он ручь когда собирал. Да, нет, ну Калита он именно дал вот именно огромный вот этот подъем. Я тогда Руси... Почему мы... С его именно деятельностью все пошло. Я остановился на этом периоде, почему еще? Потому что был киевский княжеский престол, но ведь был митрополитский киевский престол. И вот передача киевского престола, митрополитский киевский и всея Руси назывался очень-очень долго. И потом в какой-то момент уже стал называться митрополитский московский и всея Руси. То есть вот это еще одна была грань, на которой происходил разлом. То есть были какие-то... Сначала митрополитом стал Петр, это начало 14 века, 1300 там, какие-то первые годы, да, в реколите. Но это митрополит Московский. Но он еще назывался митрополитом киевским. Потом вот так вот происходило. Но в Киеве он никогда не был. Но был вот киевский престол. Потом митрополит Алексей, значит, московский святитель, он тоже назывался еще киевским, митрополит киевский и всея Руси. Но тоже в Киеве не был. И вот так вот как-то передавалась вот эта вот власть от киевской Руси, княжеская и духовная власть, она передавалась северным землям. И, конечно, между нашими предками возникали антагонизмы на этой почве, естественно. То есть те не хотели, конечно, власть отдавать, а те говорили, ну, ребята, вы уже там посидите, а мы тут хотим сами. И с какого-то момента все-таки начал называться митрополит московский. Ну, даже ни с них, ни с Алексея, ни с Сергеем Радонежским не было. Там был другой митрополит, да. Неважно. Но кто-то потом начал называть себя митрополитом московским и всея Руси. Ну, это я не знаю, это, конечно, погрессия, я вот и... И вот это вот как раз рубежи 14-го и начала 15-го веков, это вот как раз вот эти моменты, когда северомосковские земли стали как-то в антагонизме к киевским землям, к южным, западным, славянским, западно-русским, которые вот украинцы сегодня называют своим, ну, Украиной, скажем так. Ну, да, да. Где-то там произошел разлом. Нет, ну, вообще-то, мы же уже говорили по поводу вот этого разлома. Разлом был еще давно. Ну, мы проследили. Еще тогда, говорю, я вот почему говорю, там поляне были, там славяне, северные. Ну, мы постарались проследить как-то, да. То есть, котел как бы не образовался, образовалось несколько котлов, правильно? Образовалось несколько котлов из этих, именно из тех народов, которые, славянских, народов, которые заселяли эти территории. История так получилась, что они просто, ну, оказались одни в другой, в одной стране, другие в другой стране. Одни под одной властью, другие под другой властью. Вот и все. Я к чему введу? Все-таки причина образования греко-католиков, она исходит вот из этих вот антагонизмов. Когда Московский престол в глазах Киевского престола стал нелегитимен, скажем так. А те считали, что Московский престол, конечно, считал, что вот мы сильнее, а вы посидите, помолчите. И там еще в духовном плане образовался большой разлом. И когда произошла флорентийская уния, это одно, это середина 15 века. Но это не то, согласен. Но это опять же исток. Ведь Брестская уния не образовалась бы без флорентийской, потому что... Ну, не знаю. Флорентийская уния дала какое-то узаконение. Узаконение. Там разница между ними-то серьезная. Серьезно, там 150 лет даже. Да, вот именно. Так что, как бы этот... А через 150 лет прошла Брестская уния. Да, Брестская уния. Я считаю, что это тоже определенная политика в те времена просто уже пошла. Вот Брестская уния, она как бы считается, что отсюда пошли греко-католики. Да, Брестская уния. 15 век, конец 15 века. И все-таки флорентийская уния – это исток вот этого Брестской унии. Они оттуда пошли. Нет, думаю... Они признали власть папы при сохранении православных обрядов. Ну, нет, просто власть, да, папы при сохранении обрядов. Просто тогда император погиб, византийский. Он вынужден был, да. Он подумал, что папа даст ему тут помощь и сказал, ну, хорошо. Потому что Токефалию все равно, как говорится, получили. То есть они как были, так и остались православными. И ничего такого, как говорится, не произошло вообще. Кроме как в Риме в самом. Бумагу подписали и больше ничего. А Брестская уния – это совсем другое. Тут уже через... Конкретно, конкретно это образование греко-католиков. Да, 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 это греко-католический. Это конец 16 века, это... Нет, это 15. Конец 15. 1500 последние года. Это вот в моей памяти это как раз вот... Я всегда соотношу на историю России, значит. Это времена Бориса Годунова. Я к чему и клоню. Нет, это абсолютно точно. Брестская уния – это конец 16 века. Это 1590 какой-то год. Брестская уния – это правление Бориса Годунова. И мы знаем, что произошло после правления Бориса Годунова. Произошла страшная смута на Руси. Да, да. То есть, интересная вот эта вещь. Я вот как бы... Брестская уния, и через прям буквально несколько лет происходит страшная смута на Руси. Я не виню греко-католиков там только-только появившись. В никакой случае. Тем более, кстати, в Польске-то войске участвовали и запорожские казаки. Запорожские казаки не просто участвовали. Я к чему хочу сказать. Дело в том, что по сведениям летописцев, и вот те, кто вспоминал действительно это страшное время, вообще-то запорожские казаки там сыграли очень страшную роль. Ведь... Ну, я мягко сказал. Мягко сказал. Я знаю, что страшную роль. Они... Уничтожили несколько городов сущих... Это вот их, запорожских казаков, конечно, вспоминали на Руси потом очень так не очень хорошо. Потому что они там грабили, убивали страшнейшим образом. Сагайдачный после этого очень долго отмалял грехи. Он посему потом свое, все имущество отдал православные школы, же сделал Сагайдачный. Именно после тех пор... Здесь, да, здесь есть такая... Если быть холодным аналитиком, можно просто порассуждать. Ведь поляки пришли туда, чтобы захватить власть. Захватить власть, это им конкретно давали вот эти исторические условия. И Сигизмунд конкретно хотел поставить своего Владислава там. Он его и поставил практически уже. Нет, дело в том, что там все-таки было все... И предательство там было. Это... Он не просто так туда пошел, он захотел, он туда... Там его призвали часть бояр, его призвали. Сергей, если мы сейчас к этому еще вернемся, я вам... Я серьезно говорю, я настолько хорошо знаю вот эту историю смутного времени, что меня просто потом не остановишь. Я несу такую мысль, может быть, она неприятная или что... Но вы понимаете, что я не говорю непридуманные вещи. Поляки все-таки туда шли, они зверствовали, но они все-таки понимали, что они хотят власть в этой стране, и они хотят эти земли присоединить к себе, и уничтожать эти земли им было как-то... Но не совсем выгодно. Мы знаем, что там и гетманы польские там были, которые... Ну, можно проследить за их делами. Там не все были зверями. Зверями, да. Зверями. Я не говорю, что украинцы, которые пришли, все зверями, но запорожские казаки оставили по себе невыгодную такую память, потому что они пришли только грабить. Плохую память. Они пришли на эти земли только грабить, они прекрасно знали, что здесь их никто не потерпит, они сегодня прошли в чьих-то интересах, и им надо было только вот свое быстренько вот забрать, и грабить ушли. Но потом они все-таки сыграли свою сначала отрицательную роль, когда они... Ну, Канашевич, он, кстати, и скупил свою вину, очень серьезно скупил. Значит, сначала они убивают предводителей первого ополчения Липуновых, значит, они убивают обоих братьев Липуновых, Прокопия и Захара, это запорожские казаки их убили. Но потом они участвуют, они присоединяются в последний момент к Минину, значит, и участвуют в последнем освобождении Москвы от поляков, и все-таки какое-то военное действие там произвели. Я почему говорю, конечно, не все запорожские казаки, которые пришли, были такие вот это самое. Надо отдать должное, что там были православные люди, и они все-таки оказали помощь Москве. Так казаки-то и были православные. Да, они оказали помощь и в последнем штурме поляков, тоже был там момент, когда долго не окажутся, но все-таки нет, в штурме, именно в штурме. Ну ладно, потом они участвовали в избрании, значит, их возглавил, по-моему, князь Трубецкой, они участвовали в избрании царя, значит, но, опять же, как говорят источники уже, от них просто не знали, как избавиться. Их потом наградили и отправили в своя сила. Вот такая была история прихода запорожских казаков на московскую. Это серьезная была военная история. Очень серьезная сила была, и очень серьезная была военная история вот этих всех заморочек Великой Смуты. Я к чему еще говорю? Я понимаю, для украинцев запорожские казаки – это часть истории, часть героической истории. Ну, святое, он сказал. В очень многом святое, да. Но, как и везде, как и во всей истории, не все вот такими белыми красками мазано. Нет, конечно. У каждого военного структура. Я ничего не говорю, что… Они не были такими казаки белыми и пушистыми. Белыми и пушистыми. Не были они. А вон, было, когда… То же самое, вот, когда они Бахчисарай… Они же несколько раз захватывали Бахчисарай. И там захватывали, в том числе, и бывших, вот, своих соплеменников, которые оставались там, семьи у них там были. Ну, и они их вели туда, к себе назад, в Запорожскую сеть, с семьями. И, да, это было, я не помню, кто это был, под предводительством казаков. Он сказал, говорит, ну, что, говорит, вы, может быть, вернетесь? Ну, там, они, говорят, ну, у нас там же имущество, у нас там все. И несколько тысяч назад туда пошло, назад к себе, в это… Ну, назад в Крыму. Потому что у них там имущество уже за эти годы, семьи были, все. Ну, он сначала, ну, это была, как бы, проверка. Потом он вернулся и убил, там, более, по-моему, три тысячи их всего убили. Ну, короче, те, кто… Да, он потому что понимал, что… Пошел против, их уничтожали. Да, он потому что понимал, да, потому что понимали, что эти казаки потом будут воевать с теми же, с теми же запорожцами. Так, к сожалению, было. Так вот оно и было. Это в истории сколько раз было. Когда убивали своих на племени. Самое страшное, что и сегодня мы то же самое видим. Да, да, потому что нет, единственные же славян. Потому что, вот я говорю, я вот не приемлю это. Вот, ну, недавно отмечали, допустим, вот… Я почему и хотел в глубь веков туда заглянуть-то. Ну, заглянули, наверное, интересно. Да, глубь веков. Вот нам говорят, что вот у нас сделали… Ну, идет такое вот… Сейчас Кирилл Нефобий. Получается, у нас письменность получилась в девятом веке, в конце девятого века. Кириллица. Да, Кириллица. Почему здесь это? Ну, все понимают, что в Новгороде было еще письменность. Да, я с врачей говорю, но, да, но нам тут говорят, что вот, да, этот патриарх московский в Сеаруси говорит, до того, как они приняли, говорит, эти славянь, да, они вообще, говорит, были, говорит, полузверя, нет, я цитирую его, они были полузверями, они были барбарами, говорит, они говорили на непонятном языке. Кто, мои предки были полузверями, ты вообще обалдел, что ли? Оставим это на совести патриарха. Да это не совесть, это дело в том, что нашу историю… Это плевок. Да, они сколько, так это сколько таких плевков, и мы сейчас, и мы сейчас вот от этих плевков получаем вот это не единство. Единство, что такие неосторожные высказывания вызывают такой иногда бешеный взрыв вот ненужной, абсолютно на ровном месте ненависти с противоположной страны, что тут не согласиться просто трудно. Я согласен, я видел это выступление, у меня волосы на голове стали, честно говоря. Да, это вообще кошмар. И мне вот, я говорю, я вот был вот недавно, мы с женой ходили на концерт о мелодии Кивио-Печейской лавры, кстати, очень прекрасно. Прекрасно, но дело в том, что перед ним опять священник выступает и говорит, вот, Кирилл и Мефоник. Выходит по его словам, что нам они принесли, а, говорит, племенам, говорит, славян, они принесли, говорит, кириллицу. То есть, у нас ничего не было. Я вот этого не могу понять. Ну, скажем так. Да, так дело не в том, что не право. Ты смотри, вот, вот, я подарил тебе вот этот, вот он, даже наш вот этот, господи, календарь. Ты видишь, у нас еще остались те языческие, еще наши старые месяца названия остались. Ты видишь, что у нас остался тот же вот этот герб Украины. Это древний русский герб. Ни в коем случае я не хочу спорить о том, что культура какого-то народа. И вот, я вообще любуюсь культурами всех народов. Любуюсь, я умею это делать. Я особо наш и любуюсь, потому что мне, наша славянская культура. Каждый человек любуется особенно культурой своего народа, естественно. Но древний русский, это вообще. Надо уметь любоваться культурами других народов, вот, честно говоря. Ну, да. Надо уметь. Но при этом, зная уже свою культуру и беречь свою, потому что порой у нас культуру других народов так любят, что даже забывают свою. Ну, вот как вы считаете, Сергей, вот этот разлом, который произошел, он был принципиальный, или все-таки он оставляет нашим народам быть в единой цивилизации? Вот, почему он был принципиальный? Я же говорил, поны дерутся, а у холопов чупы трещат. Правильно. Делили, делят и будут делить. Все эти бояре, сколько это было еще с тех времен. Исторически. Ярославу Мудрому они мозги компасировали. Кому они только не компасировали мозги. И эти бояре, которые растаскивали все время Русь. То есть, исторически, по идее, препонов нету, чтобы быть единой цивилизацией? Абсолютно. Абсолютно нет. Только единственный препон такой, что я говорю, у нас, сейчас, если у нас в русских отняли уже полностью наше старое название, у нас они еще остались. Сейчас уничтожить еще украинцев, украинцев, вот эту украинскую культуру. Вообще, стерез лица земли, ну, его называют трезуб, сокол, ну, не знаю, кто хочет. Кто-то, наверное, хочет. Кто вообще хочет уничтожить. Я вам скажу, потому что мы вот славяне, мы славяне, вот такое печенье, что мы бельмо на глазу, понимаешь. Вот вы вот идете вот к этому, понимаете, как-то подходите, подходите, но потом уходите. А по идее, вот та сила, к которой сегодня обратилась киевская власть, она и уничтожит славянскую культуру. Я считаю... Вот Запад, к которому сегодня киевская власть обратилась, вот те, извините меня за выражение, америкосы, которые спонсируют всеми средствами, чтобы только натравить украинцев на русских или русских на украинцев, вот они и уничтожат славянскую культуру. И они ее ненавидят, они ее внутренне ненавидят и уничтожат. И вот то, что сегодня киевская власть идет и выполняет все задания, которые выдает, извините за простое выражение, Вашингтонский обком, это и есть как раз посылка к уничтожению наших народов. Вот я вам так скажу. А Путин это власть не дает? А вы можете считать, что Путин уничтожает славянские народы? Я считаю, да. И тем это обиднее. Мы высказали свои позиции. И тем это обиднее. Вот в чем дело. Вот я услышал вас. Я думаю, зрители услышали. Интересен был наш разговор или неинтересен? Мне трудно судить. Мы посмотрим, оценим. Но мне было интересно. Ну я не знаю. Если, конечно, мне тоже было интересно. Но дело в том, что, конечно, все это настолько сложно. Настолько кошмарно. И говорить, что вот там возникло, там возникло. Сколько историй я не занимаюсь и сколько я еще удивляюсь и буду удивляться. И говорить то, что там вот тогда это произошло, тогда это произошло. Кто его знает. А произошло это может быть. Потому что у нас у славян почему-то не было никогда единства нормального. Это тоже историческая вещь. Почему, почему, да. Почему мы, да. Если бы тогда с монголами, до монголов, мы не дрались друг с другом. Кошмарно просто. Били друг друга. Вообще ужас просто. Тысячи людей уложили. Тысячи. Тысячи уложили. Мы встретили бы с этими тысячами, если бы в мире чуть-чуть пожили, этих монголов не так ухайдокали, что они бы вообще все забыли. И даже вот тогда могли даже с этой горсткой даже победить. Но просто по очереди. Извините, войска Чингисхана были довольно организованы. Довольно таки организованы. Ну а когда киевская дружина тогда на них надавила, они дрогнули тогда, страшно дрогнули. И они заключили-то договор с киевской дружиной. И уже все, казалось бы, заключили. И те пошли уже сквозь строй монголов. А те нарушили свой договор и просто вырезали киевскую дружину. Когда те вышли из укреплений своих. Я не слышал эту историю. Но вполне возможно. Да. Знаю просто, что монголам, конечно, было на что посмотреть. Даже после разорения Рязани, когда на них ударил... Да, злой город. Нет, нет, это Козельск. А, Козельск, Козельск. По ним ударил Евпатий Кулаурат. Тысяча шестьсот воинов. Всего тысяча шестьсот. Он ударил вообще по всему этому многотысячному войску. Смял его тылы. Они были вынуждены развернуться. Развернуться в походный поход. И организовать оборону вот от этого нападавшего на них отряда. То есть ребятам монголов было о чем задуматься. И может быть вот эти вот героические вещи, которые потом еще Козельск прибавил. Значит, тоже ведь наверняка они заложили основу того, что монголы решили, ну, лучше с этими ребятами вообще-то договориться. Как и было. Да, как и было. Но дело в том, что я говорю, тогда у нас, как и сейчас, нет единства. Нет единства. И этим пользуются политики. Вот умеют они этим пользоваться? Умеют. А мы не умеем пользоваться тем, что мы нормальные, образованные, грамотные люди. И найти между собой точные соприкосновения. Договориться, решить. Да мы свободно договоримся. На нашем уровне мы договоримся. Свободно договоримся. Так дело не в этом. Дело не в этом. Я говорю, вот показывают новосибирское телевидение. Ага. Карелин выступает перед детьми. Сергей, почему я организовал вот этот контент? Мне не интересно, что они там говорят. Ну да, да, да. Я настолько не люблю это. Да просто мне вот то, что с детьми они делают, зачем они? И мальчишка встает в шестой класс и говорит, а когда мы завоюем Киев? Серьезно. То есть уже настолько пошло. У меня просто молодой человек тогда, политолог, спрашивал, а почему там прыгают у нас? А у нас уже вот, готовы прыгать уже. И Карелин улыбается, говорит, о, ты молодец, ты поимперски мыслишь. Знаете, как я это называю? Я называю это маргинальным национализмом. Ну, так зачем это показывать? Это есть и с этой стороны, и со стороны этой. Ну, согласен, так я про что и говорю. Значит, это нехорошая вещь, с которой, в принципе, мы, мы можем, как бы, ну, что мы можем противопоставить? Наверное, наше доброе устремление. Да наше дружбу, нормальное доброе устремление, говорить, что людям нужен мир. Каждая жертва, это вандализм сейчас. И надо уважать взаимно друг друга. Конечно. И взаимно уважать общую культуру. Конечно. Общая культура. Надо стремиться к изучению общей культуры. Я почему и говорю, поляне, почему вот этот палапские славяне, когда, когда вот, не очень его, конечно, люблю, но Задорнов наш, когда вот он говорит про славяна. Это ведь правда. Я еще говорил это давным-давно. И вот если бы мы изучали наших древних, они что говорили нам? Роем живи, они говорили. То есть вместе наши, только вместе мы сила. Они говорили, роем живи. Они о чем говорили? В богатстве твоя погибель. Потому что богатство влечет жадных воронов. Это говорили наши древние славяне. Мы их не слышим. Мы вот не слышим вот именно вот то, что нам передали. Мы слышим только вот это. То, что вот нам принесли кириллицу и все. Вы дикари, вы барбары. Очень хорошие слова, Сергей. Но мне, тем не менее, очень обидно за украинцев, за киевлян. То, что они с помощью вот этих вот вещей, с помощью Майдана, просто поменяли одних воронов на другие. Ну посмотрим, что нам остается. Сейчас наша главная задача это мир. Мы же здесь вот, я говорю, мы же здесь живем нормально. Греки-католики, католики, православные. Вот мы молимся нормально. Заходим греко-католики в православные храмы. И так же молимся вместе со всеми. И так же крестимся. И ничего тут такого страшного нет. Правильно? Ну, значит, мы можем. Но почему нет? А потому что кому-то это надо. Кто-то, говорю, опять что-то делит. Вот те вещи, которые происходят и в духовной сфере, это тоже противостояние можно назвать. Мы знаем, что и Бандера был греко-католиком. И слово Бандера это как бы слово нарицательное. Я как бы не... Даже, честно говоря, вот с этим названием Бандеровцы сегодня много связано. Вы знаете, вот украинский национализм, в принципе, правомерно называть словом Бандеровщина. Я могу объяснить свою позицию. Ведь Бандера действительно, он как бы... Это человек, который провел в тюрьмах и за границей намного больше, чем... На Украине. На Украине в те времена, когда решались какие-то острые политические вопросы. То есть это был идеолог. Это был действительно идеолог. Неудобно называть там шухевичцы. Шухевич. Да. От слова шухевич, те, которые реально воевали и уничтожали. Не, но был еще и лебедь. Ну, шухевич сам назывался Бандером, бандеровцем. Потому что те силы, которые они после раскола этих сил ООН, они образовались там за Бандера, какая-то партия, и еще за кем-то, не помню. Значит, и шухевич-то как раз был... Не, шухевич и Бандер, но был в крае Бандеры, конечно. Да, в крае Бандеры. И они вполне правомерно, они назывались бандеровцами. Несмотря на то, что Бандера сам в это время сидел то в польской тюрьме, то потом в немецкой тюрьме. Значит, ну, вот те люди, которые воевали... Да, в лагере. Я не знаю, правомерно нет, не хочу, чтобы коммунисты на меня обижались, но это примерно так же, как большевиков называли ленинцами. Вот он, когда проводил свои времена там в ссылках, каторгах и за границей, то большевиков вот эту вот партию РСДРП называли, в принципе, и ленинцами. Тоже было такое название. Ну, не хочу вот это сравнение, это сравнение, может, некорректное, но, тем не менее, вот в честь своего идеолога бандеровцами называли именно тех, кто воюет за самостийность, за образование своего государства. И, честно говоря, вот этот термин, он в психологии людей, он страшен, но он правомерен. Почему правомерен? Потому что бандера – это идеолог, это создатель вот этой, и защитник идеологической вот этой вот самостийности от всех. От немцев, от большевиков, от всех, да, и вот их назвали. Да, ну так, это неприятное название, согласитесь. Ну, я лично к этому отношусь, как к части нашей истории, вот так говоря. Шухевич и прочее. Моими кумирами, честно скажу, они не являются. Вот и все. Это наша часть истории, я признаю, что это, как говорится. Ну, видите, вашими кумирами не являются, тем не менее, те, кто на Майдане, те, кто шел, они несут портреты бандеры. Ну, ладно, там, один несут, и кричат, и другие несут. И бросаются его лозунгами, и эти лозунги заводят толпу, и под этими лозунгами идут и убивают, конкретно сверху жевают людей. У нас тоже вот, детишки-то тоже говорят, когда в Киев возьмем. Понимаете, вот, по крайней мере, российская власть это не приветствует, эти вещи. Ну, не знаю. У нас Карелия, он вроде герой России, он там приветствует, говорит, ты молодец, говорит. Карелия, это не российская власть, и, может быть, это... Он герой России. Ну, герой России, но это не российская власть. Не знаю. Значит, по крайней мере, по закону у нас это дело не приветствуется. То, что сегодня творится на Украине, там это дело приветствуется. И вот это я хотел до вас донести. Нам надо уже сворачиваться. Сворачиваться. Ну, ладно. Спасибо за разговор, Сергей. Я думаю, мы нащупали все-таки точки соприкосновения. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.